Еврейская община Эстонии чуть старше, чем еврейская школа. В самом конце 80-х, когда в Таллине создали еврейское культурное общество, сразу же речь зашла о еврейской школе. Ведь необходима преемственность поколений и, конечно, образование. История еврейского народа – язык традиции. Ровно 30 лет назад, в конце августа, был объявлен набор учеников. Так и началась история современной еврейской школы в Таллине. Интересно то, что, несмотря на углубленное изучение предметов по еврейской культуре и истории, очень многие родители других национальностей хотят отдать своих детей в Таллинскую еврейскую школу. По словам директора Игоря Лирисмана, это совсем не удивительно, ведь здесь любят детей, относятся к ним внимательно, да и вообще, как говорили сегодня на празднике, евреи плохого не посоветуют. Среди выпускников школы много успешных людей самых разных профессий. Например, вице-мэр Таллина Беттина Бешкина окончила Таллинскую еврейскую школу с золотой медалью. Для меня все эти 30 лет, которые у нас существуют, она перед глазами. Это, конечно, такое ни с чем не сравнимое чувство, потому что здесь до сих пор работают люди, которые знали меня некоторые даже с рождения, но и маленькой, и все это продолжается. И уже выпускники не только приводят своих детей, но и становятся здесь учителями. Скажем так, это передача от поколения к поколению, традиции, истории. Если говорить о преемственности, то через буквально 4 года здесь будет отмечаться фактически столетие с момента открытия этой школы в 1924 году. Поэтому поздравляем всех, кто так или иначе к этой школе причастен. Поздравляем ее учителей, руководителей, учеников и выпускников. Таллинская еврейская школа достойна всяческих похвал, но не собирается останавливаться на достигнутом. Например, с этого года открывается новое направление – первый класс по программе эстонской школы. По мнению председателя еврейской общины Эстонии Аллы Якобсен, если у школы есть развитие, то и общины есть будущее. А вот это можно уже и отпраздновать. Тем более, что уже послезавтра начнется Новый год по еврейскому календарю. Значит, мы можем спокойно в конце недели сесть за накрытый, красивый еврейский новогодний стол, где будет мед, хала и обязательно рыба, которая полагается. И будем встречать свой еврейский Новый год, Роша Шана. И я всем желаю счастливого, сладкого и очень доброго Нового года. Пусть у нас все будет хорошо. В эти сентябрьские дни у еврейской общины еще один праздник. Ровно семь лет назад открылся детский сад. Поначалу там было совсем немного деток, а сейчас в детском саду Авиф воспитывается 50 дошкольников. Большинство из них все-таки продолжает образование именно в таллиннской еврейской школе. Самое главное, что дети понимают азы еврейской традиции праздников. У них воспитывается уважение к родителям и знание своих корней, что, разумеется, важно для всех и не только для евреев. Лена Туровская, Вячеслав Скалицкий, Новости Таллина.